Илья Давлячин, журналист Реграм-канала «Можем объяснить», к нам присоединяется. Илья, здравствуйте. Да, Анастасия Сергеевна, доброе утро. Итак, вопросы на ЭГЭ по географии в 2024 году изменились. В чем же главные отличия? Ну, главные отличия мы, в принципе, вполне понимаем. Игорь Анастасий, об этом уже сказали. Да, там появились, наконец-таки, вопросы про так называемую специальную военную операцию. В принципе, история с ЕГЭ по истории, извините за тавтологию, такая, что там теперь будут задавать те самые вопросы, которые, как ни странно, изучаются в самом конце учебного года, если они вообще будут изучаться. Потому что мы знаем, что учебники по истории для 11 класса под руководством Мединского и Туркунова специальная военная операция, так называемая, занимает где-то последние страницы. То есть есть определенный риск, что ученики и школьники, в принципе, могут не успеть изучить вот эту тему, тему вторжения, нападения России на Украину. Потому что мы помним, как в школе это все иногда проходилось. Когда вот просто галопом по Европам, а иногда все это затягивалось, и учебник не успевали пройти до конца. Как школьники будут сдавать ЕГЭ по истории, например, это большой вопрос, если там будут действительно такие вопросы. История с географией, она примерно, да, такая же, потому что там есть вопросы действительно про Африку, есть вопросы, которые намекают на то, что европейские страны плохо развиваются. Там конкретно есть вопросы, например, назовите страны Европы, у которых наименьше ВВП. А России, конечно, нет. Там нет вопроса о том, как Владимир Путин обещал, что страна перегонит Португалию, например, по уровню ВВП. Нет, конечно, строители ЕГЭ забыли о такой важной истории. Есть тема с литературой, да, там действительно в кодификаторах якобы исключены важнейшие произведения, там, например, нет Пушкина. Естественно, там исключен Дмитрий Быков. А я напомню, что несколько лет назад в ЕГЭ были вопросы по произведениям Дмитрия Быкова, который был признан иноагентом в России. Но вот сейчас представить такую ситуацию совершенно невозможно. Для чего это делается, понятно, потому что пропаганда должна быть тотальной, и, собственно, школьники должны быть задействованы вот в этой самой пропаганде. Но качество образования, это, конечно, полный швах. И то, что мы видим, происходит в России с образованием, это, ну, катастрофа настоящая. Скажите, а ранее вот подобные изменения вносились в учебники по географии, по истории? Я имею в виду там конкретно с оккупацией Крыма, с вторжением России в Донецкую и Луганскую области. Нет, конечно, этого не было. В принципе, учебник, ну, не учебники по географии, учебники по истории. Она заканчивала, этот учебник по истории 11 класса заканчивался 2001 годом. И это называлась новейшая история. Собственно, вот все, что происходило с начала 21 века, раньше не изучали. И я напомню, что у Мединского был раньше учебник, который он редактировал. И под его редакцией учебник тоже был задействован в школьной программе. Еще раз, там все заканчивалось 2001 годом. Там не было ни о теракте в Беслане, ни об 11 сентября. Безусловно, там не было ничего об оккупации Крыма и, разумеется, ну, о вторжении России в Украину. Но вот сейчас, естественно, все поменялось. И теперь дети вынуждены изучать, изучать вот всю вот эту вот совершенно отвратительную историю. Но мы надеемся, что... Мы надеемся на сознательность учителей и на то, что они не будут преподавать эту пропаганду. И мы видели, как это происходит, например, на разговорах о важном. Мы все знаем, что это за уроки, что там преподают. И нам неоднократно приходили сообщения о том, что учителя манкируют. Манкируют вот этой вот самой пропагандой. И когда начинаются разговоры о важном, они говорят школьникам, вот сейчас у нас есть свободный час, пожалуйста, подготовьте там задание к следующим урокам. Ну и просто... Или просто займитесь там свободными делами. Поэтому мы надеемся, что в этом случае тоже будет подобная история. Но еще раз, если это будет в ЕГЭ, это довольно плохой звоночек, потому что школьники могут не изучить вот эту тему, тему, например, СВО, так называемой, или тему катастрофы, которая происходит в экономике Европы. И как они будут задавать ЕГЭ, это большая на самом деле проблема. Ну то есть в этом году на ЕГЭ не было таких вопросов про Украину, про СВО, про войну, про оккупированные территории или были? Нет, нет, нет. В этом году таких вопросов не было, потому что, собственно, учебника по истории пока такого не было. Вот он написан этим летом, закончен этим летом. И, насколько мы понимаем, школы буквально в авральном режиме через специальную систему вынуждены закупать эти учебники. То есть это не происходит так, что, например, директор или учитель идут в магазин, в условный буквоед, и там покупают эти учебники. Нет, они покупаются через специальную систему, потом завозятся вот в эти школы, за них отдаются деньги бюджетные, и потом эти учебники начинают изучать. А мы помним, что пресс-конференция в ТАСИ, где Мединский и Кравцов представляли, это министр образования России, представляли эти учебники, она прошла в начале августа. То есть только в начале августа представили эти учебники. То есть учителя буквально не успевают сами прочитать их. Вот где-то вот сейчас они должны быть уже поставлены в школы, и, собственно, учтя должны будут открыть, извините меня за выражение, офигеть от того, что там написано, и решить, будут ли они преподавать то, что там рассказано в учебнике по истории, или не будут преподавать. Вы знаете, Илья, вот одна из ртов российской пропаганды, Ольга Скобеева, она и на своих эфирах, и в своем телеграм-канале очень любит говорить, писать о том, как ужасно плохо живется в Европе. Это все, на самом деле, очень напоминает последнюю страницу советской газеты «Правда», там, где сначала первая страница, вторая, третья, четвертая, пятая, о том, как прекрасно живется в Советском Союзе, а на последней, о том, как ужасно живется в странах Запада, в Соединенных Штатах и так далее. И вот, да, там они говорят на эфирах, в том числе, о том, что жители Германии мясо едят один раз в неделю, в Великобритании несчастные британцы выстраиваются в очередь в магазины, потому что огурцы там поштучно, как оказывается, выдаются на руки. Это, конечно, безусловно, очень удивляет и жителей Германии, и жителей Британии, там, где этого всего, и наблюдается, тем не менее, о Европе в российских учебниках. Теперь будут рассказывать так же, как и в программе «60 минут»? Ну, там уже начинают так рассказывать. Вот, собственно, учебники по географии. Пока мы их не видели, мы видели только вот эти вот кодификаторы по ЕГЭ. Я думаю, что мы в ближайшее время изучим учебники по географии. Но какие-то вот выдержки мы уже видели. Видели выдержку, например, о том, в учебнике по географии, странная выдержка, о том, что ООН превратилась в довольно, ну, как бы это сказать, довольно нелегитимную организацию, в которой действующие места и в которой главенствуют страны, которые осуществляют, ну, так скажем, агрессию по отношению к другим странам. Естественно, имеется в виду не Российская Федерация, а намек идет прямой. Да никак, даже не намек, а указание идет прямое на Соединенные Штаты Америки. Но вот эта вот тема с тем, как рассказывают ученикам и как это попадается в пропаганде, она сама себе противоречит, потому что, слушайте, я имею такое странное свойство тоже посматривать российскую пропаганду, но мы все следим за ней. Два часа назад в программе «Доброе утро» на Первом канале, сегодня ее вела Арина Шарапова, рассказывалось о бедных семьях. И Арина Шарапова предлагала зрителям Первого канала скинуться, например, на помощь семье, которая живет в деревне и у которой нет доступа к бревнам, и они вынуждены рубить деревья. Рассказывалось, например, о семье, у которой нет денег на стиральную машинку. И зрителям Первого канала, которые входят в национальную медиагруппу под контролем Алины Кабаевой, предлагалось скинуться на помощь вот этим самым семьям. Разумеется, в учебнике по, например, обществознанию не будет подобных рассказов, и не будет рассказов о том, какой уровень ВВП в Российской Федерации. Вместо этого школьникам будут преподавать о том, как загнивает на самом деле Европа. Вот это самое на самом деле печальное, но понятно, для чего это сделано. Потому что школьники, потому что молодое поколение, оно больше всего предрасположено к технологиям. От них ничего не скроешь, они могут пользоваться и випенами, и заходить на какие-то сайты и узнавать правдивую информацию, в том числе о войне России в Украине. И мы это видим по опросам, например, даже государственного вциома. То есть поколение 18-25 лет, оно самое протестное. Оно было всегда самым протестным, и оно таковым и осталось. И понятно, что вся вот эта пропаганда школьная, она нацелена на то, чтобы как-то изменить мировоззрение вот этих вот самых школьников и студентов. Как жаль, что граждане Евросоюза и Соединенных Штатов не знают о том, как они ужасно живут и как прекрасно живется в России, потому как там не так давно отменили, например, налог на сбор валежника. И, кстати, в продолжение ваших слов, допустим, жители, не знаю, Бурятии, Якутии, дети, которые откроют этот учебник и прочитают, что ну вот в Африке хорошо, в Европе плохо. Возможно, они этому и поверят, потому что регионы бедные, далекие, и, возможно, многие дети там не были никогда в Европе. Но что касается школьников в Москве, в Питере, в других больших городах России, как им открывать это и читать, что вот, например, так все плохо в Европе, когда эти школьники из московских дорогих лицеев регулярно отдыхают в европейских странах на морях и катаются на лыжах в горах? Ну, во-первых, не открывать эти учебники. Мы каждый раз советуем родителям, вот если вы видите о том, что у вас в школе начинается совсем уж тотальная пропаганда, заберите, пожалуйста, вашего ребенка из этой школы, переведите на надомное обучение в частную какую-то школу. Потому что даже если он не изучит вот эту вот пропаганду о том, как Россия справедливо начала вот эту специальную военную операцию и так далее, то все равно есть шансы не сдавать ЕГЭ. Потому что, например, в некоторых вузах, и, по-моему, в большинстве вузов до сих пор принимают экзамены именно там при поступлении. То есть можно не сдавать единый госэкзамен, но можно написать экзамен при поступлении там. Потому что ЕГЭ – это в любом случае, знаете, такая странная история, которая, по сути, не является экзаменом. Я сам сдавал ЕГЭ, я помню, как это было. Если тебя не натаскивают в школе на вот это вот печальное состязание, где нужно писать все просто по каким-то лекалам, то у тебя довольно мало шансов. Ну, то есть недостаточно, например, в ЕГЭ по русскому языку, в части сочинения написать о том, как ты видишь какую-то тему. Потому что я вот так вот сделал, получил за это один балл. А нужно писать абсолютно по схеме. Там два балла ты получишь за перечисление основных тезисов. Пять баллов ты получишь за количество предложений. Если ты выйдешь за это количество предложений, то тебе снизят баллы. Собственно, единый госэкзамен как таковым экзаменом не является. Это такое тестирование, которое проверяет школьников на соответствие определенной схеме. Ну, вот это абсолютно российская типичная история. Все должно быть сделано по схеме. Если чуть выйдешь за край этой схемы, то ты, собственно, неблагонадежный человек. Так что лучше не сдавать ЕГЭ, а сдавать тестирование в российских вузах при поступлении. Тогда у учеников есть какой-то шанс не столкнуться с вот этой вот тотальной пропагандой. Илья, вот вы сказали о том, что пропагандистские темы впихнули в самый финал учебного года. А мы прекрасно... Мы все учили в школе, да? И мы прекрасно понимаем, что происходит в конце учебного года в школе. Это время, когда в библиотеку в школьную сдают книги. Это время, когда школьники разбирают горшки с цветами для того, чтобы летом ухаживать за ними дома. Это время, когда начинают краситься там парты и сдаваться деньги на шторы. Ну, то есть это время, которое на самом деле ничего общего с учебным процессом не имеет. Это первое. Подумалось вот о чем. Когда вносятся кардинальные изменения в программу, педагоги должны как минимум пройти череду семинаров, а в идеале пройти преподготовку, чего не наблюдается, судя по всему. Так что, получается, что Минпросвещение Российской Федерации саботирует втихую указания Кремля? Да нет, просто все это делается в попыхах, быстро. Ну, еще раз, учебник будет представлен в начале августа. Кстати, пропаганда не только в конце, а пропаганда именно касающаяся нападения России на Украину. Но пропаганда, в принципе, по учебнику истории, она вот так вот размазана широким слоем. Она заключается в том числе, например, в умалчивании каких-то тем. Ну, например, Мединский с Таркуновым решили, что теракт в Беслане, в котором погибли больше 330 человек, большинство из которых дети, он, ну, не такая важная тема, поскольку теракт в Беслане занимает в учебнике по истории две строчки. Теракт в Норд-Осте, в театральном центре на Дубровке 2002 года, занимает вообще одну строчку. А, например, Мюнхенская речь Владимира Путина занимает 25 строчек. Еще раз, Мединский и Таркунов считают Владимира Путина, его мюнхенскую речь, в 12,5 раз важнее погибших детей в Беслане. И в 25 раз важнее теракта в Норд-Осте. Так что пропаганда, она вот так вот, как масло, знаете, на бутерброд намазана и будет в течение всего года. Там, например, довольно интересно, что будет про Великую Отечественную войну. Мы так понимаем, что про Ленд-Лиз там тоже будет сказано, ну, буквально там две строчки. Так что нет, Минпросвещение ничего не саботирует, они как раз-таки полностью пропагандисты от пропагандистов. И господин Кравцов, который заведует, например, оккупированными территориями, и туда вот в четыре украинских региона сейчас будут завозиться ровно те же самые учебники, он вполне себе соответствует своей должности при военных преступниках, которые возглавляют Российскую Федерацию. И очень важно, чтобы при всем этом дети пытались сохранять критическое мышление, пользовались интернетом, узнавали другие варианты развития событий, другие версии и варианты развития событий в мире, в Украине. А родители знали и помнили о том, что обучение их детей – это в первую очередь их обязанности. То, каким воспитает их ребенка школа, от них и зависит. Можно забрать, можно по-всякому саботировать и найти способы для того, чтобы детям не промывали в школе мозги. Спасибо вам большое. Илья Давлячин, журналист телеграм-канала «Можем объяснить». Говорили о том, как в России в вопросы единого госэкзамена впихивают вопросы про войну и про новую внешнюю политику Путина.